Здравствуйте! Сегодня среда, 18 ноября. В эфире новости от Максимаркетс. Наш официальный партнер – информационное агентство Банкир.ру. В этом выпуске обзор рынка Форекс, прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, Банкир ТВ, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. И вначале о главных экономических новостях. В центре внимания рынка окажется публикация в США протокола последнего заседания ФРС, октябрьский объем выданных разрешений на строительство и количество закладок новых фундаментов под строящееся жилье, а также чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами. Среди других новостей Австралия опубликовал октябрьский индекс ведущих экономических индикаторов, а также индекс стоимости рабочей силы за третий квартал. Соединенные Штаты представят индекс ипотечного кредитования за ноябрь, а также данные по объемам запасов бензина, сырой нефти и дистиллят от Министерства энергетики США. После вчерашнего снижения пара евро-доллар на открытии азиатских торгов повторно протестировала минимум 1,0630. Попытка продавцов преодолеть этот рубеж оказалась неудачной и курс единой европейской валюты консолидировался в пределах коридора 1,0630-1,0650. В связи с отсутствием публикации экономической статистики еврозоны сегодня способны хоть как-то поддержать падающий евро, мы предполагаем продолжение нисходящего тренда, пробой нижней границы указанного коридора и движения к целевым уровням 1,0600-1,0570 и, возможно, 1,0540. Покупатели британского фунта позитивно расценили вчерашние отчеты по инфляции, опубликованные Управлением национальной статистики Великобритании, что позволило паре фунт-доллар незначительно прибавить в цене и закрыться в положительной зоне. С открытием торгов сегодня покупателям не удалось удержать завоеванные позиции, и пара под давлением укрепляющегося доллара вновь пошла вниз. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший напор продавцов и снижение к вчерашнему минимуму 1,5153, а при закреплении цены ниже этой котировки снижение к уровням 1,5120 и 1,5070. Укрепление американского доллара во время прошлой торговой сессии вывело золото на новые, невиданные с ноября 2009 года рубежи. Сегодня с началом Европейского торгового дня котировка драгоценного металла перемещается в ценовом диапазоне 1066-1072 доллара США за унцию. Отсутствие значимых экономических новостей в первой половине дня позволяет предположить, что после разворота от указанного выше уровня сопротивления цены направятся вниз. Точками, при прохождении которых нисходящий тренд будет проверена серьезность намерений, будут отметки 1069 и 1067 долларов. Укрепление валюты котировки является одной из причин того, что сегодня торговая сессия для серебра начинается с минимальных ценовых позиций, равных ценам посткризисного 2009 года. После достижения очередного исторического минимума котировки перешли в стадию горизонтального смещения. Границами его стали значения 14,14 и 14,23 доллара за унцию. Прогнозируется, что первая часть европейской торговой сессии для этого металла будет спокойной с сохранением этого узкого ценового коридора. Информационный видеоканал MaxiMarkets теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе.